снова снова всем привет из нашей скромной обитель ведем прямой репортаж когда шел сюда поднимался вспомнил что как это называется unpacking сейчас будем делать unpacking моего моей сумочки и смотреть какие овощи и фрукты я там купил на самом деле овощи и фрукты в этой стране несмотря на то что большая часть довольно натуральный не знаю правда или нет но говорят что так безумно дороги безумно дороги все безумно дорого поэтому приходится тоже как-то выкарабкиваться покупать не каких-то официальных супермаркетах сетях а покупать в китайских магазинах как это мы делаем мы уже приспособились ездим я езжу в китайский магазин который находится на самом деле не китайский арийский магазин цены там не скажу что всегда очень привлекательны но они как минимум ниже чем те которые цены в магазинах скажем так в том же каундауне в new world и в других магазинах поэтому порой мы экономим хилое количество денег просто покупая там овощи и фрукты ну сегодня я там покупался распотрошил им пакет слухом попросил прощения все в порядке ничего страшного еще она сказала что иностранцев вычисляют сразу моментально вот я же стал использовать американский акцент потому что с ним легче разговаривать и для меня буква а она очень важна я не могу и выкидывать из речи притосы выкидывают букву а из речи она у них как-то и вот и нет допустим магазин park and save они называют park and save то есть р там нет для меня она важна поэтому я принял решение что мне гораздо психологически проще и легче с людьми общаться на американском английском я буду преследовать эту тематику буду разговаривать на американском английском она мне сказал мне очень нравится ваш акцент у вас красивый английский спасибо большое за признание трудов итак я взял яблоки яблоки здесь это местные я беру красные зеленые яблоки потому что ребята просят зеленые я же люблю красные вот royal гала называется сорту здесь не видно но он такой пакет этих яблок сейчас вам скажу чек достану скажу он сколько он стоит это у меня тут был чек где-то был чек в понятии только не помню куда я его делал вообще сюда кладу и беру вот такие вот яблоки зеленые ну скажу честно с нашим аппортом даже рядом не стоят вообще яблоки не пахнут и практически не имеет никакого вкуса хотя натуральные но и выращенные здесь ну вот они безвкусные абсолютно к сожалению вот мне не хватает нашего алматинского аппорта я прям по нему очень сильно скучаю и золотого превосхода здесь нет ну в общем что есть то есть привыкаем как говорится вот эти зеленые яблоки недорогие они стоят 399 за пакет 4 доллара то есть этот пакет ну один доллар скажу сразу это 250 тенге поэтому умножать довольно легко то есть где-то 1000 тенге вот эти стоит 269 если я не ошибаюсь 269 по моему то есть порядка 700 тенге этот пакет стоит вот так что-то в районе 700 тенге лук лук здесь двух видов красный и бордовый красный красный и обычный лук ребята любят красный лук но вот я беру вот такой для себя потому что мне например сейчас я буду варить суп мне нужен будет такой лук он стоит этот пакет 69 центов то есть где-то 69 центов 70 на 2 ну где-то в общем 160 тенге грубо говоря 170 вот так а вот и чек так смотрим яблоки до одни стоят 399 зеленые гринни смис а royal gala стоит 293 доллара 750 тенге и я купил картошку картошки дешевый не было к сожалению пришлось брать такую дорогую она стоит 270 270 за килограмм 80 за килограмм я за порядка полутора килограмма должны 4 доллара и того мне вышло 12 долларов почти вот это все то есть три тысячи тенге так что вот так а здесь есть в принципе все овощи которые есть я здесь для борща даже мы долго ржали пацаны надо смеялись как ты будешь борщ варить тут нет стеклы показывают демонстрируют стекла тут есть называется она бифрут по-моему что-то вроде такого ли бутрут битрут помню вот свекла есть и она здесь довольно популярно и очень много апельсина апельсина тоже где-то 23 доллара за пакет вот такой вот очень дорогие огурцы вот этот огурец один стоит 2 доллара он очень длинный очень большой 2 доллара огурец это порядка 2 доллара огурец господи сколько это это 500 тенге помидоры помидоры тоже очень дорогие но сегодня была акция чем помидоры были по 5 долларов но если собрать мне еще старый помидор не съел так что вот такие вот дела овощи в этой стране действительно дороговастенькие поэтому как говорится вегетариантам жить не лапа жизнь не кайф вот но что делать как-то жить приходится поэтому все в порядке и будем это точно